это сюда да по моему сюда вот только что вы стали свидетелем как иван тельнов самоатестовался на пурпурный пояс да это все тренировки рядом с мишей панковым победителям не нравится что они побеждают и рассекают мне бровь рефери подбились да я пошел домой скажи что еще девочка тебя подбила да и кому снова меня побила девушка подросток народная мудрость чем больше у человека живот тем больше ему необходимо футболка поверх рашгарда не благодарить не знаю как вам а мне кажется партер это низко всем доброго времени суток кажется мы разродились на очередной выпуск юзостей тот самый формат который нам хотелось сделать еженедельным но оказалось что не оказалось кстати вы должны быть заметили что я сегодня в несколько необычном для себя прикиде и самый что ни на есть неожиданной символикой но этот маскарад спецом в тему сегодняшнего выпуска событий в мире бразильского джиу-джитсу и грэплинга на этой неделе было масса кубок россии по ювв грэплингу классный 30 поларис ай бидж джи эф пан сноу ги и еще много ивентов которые мы проигнорируем в этом выпуске зато расскажем и покажем то чему мы лично были свидетелями и расскажем чего ожидать в самом ближайшем будущем но прежде передадим привет партнерам этого выпуска джиусейл чья экипировка помогает регулярно тренироваться выступать на соревнованиях и в этом движи черпать вдохновение на творчество джиусейл бжж экипировка по доступным ценам пришел померил и забрал во всех соцсетях ищи джиусейл на всякий случай ссылка в описании главным событием для нашей бригады стал праздничный уикенд с максом недощеком связка из трех семинаров включала себе разумеется три темы и это не только болевые на ноги и защита от них макс привез кище и новомодный октопус гард но октопус это осьминог агат это охрана блин ты уже черный нет но за это нужно можно есть другой другая версия что черно дают за различие хип свипа и кимуру свипа кто как называет мастер-классы недощека привлекли самую разную аудиторию от самых юных до возрастных седых лысых и пузатых скуф уголок на семинаре макс недощека уголок скупа вот смотрите вот они короче штука такая если кто-то на семинар приехал целой бригады ну например тренер со своими учениками то после того как инструктор в данном случае во всеми дощак показал как правильно выполнять технику тот инструктор то есть глава утре делегации подходит своим ребятам и все равно исправляет по-своему и убеждает их что они это уже делали ну помните мы же это уже делали на тренировках только надо не так как макс показал а так как я показал обожаю такие моменты до семинара пока ты не занята вопросов подписчиков чем его пилок отличаются от ахилла и пейхолда наверное ахилл делается просто полностью это вместе с пяткой а это пятка выпускается возможно перед семинаром было несколько ребят который даже я давно не видел в принципе на матах даже думал что они не занимаются поинтересовался но что пришли вот болевые на ноги да вот решили что это тема но нужно сходить попробовать спустя две трети семинара эти же люди на вопрос ну как заходят что-то какое-то понимание приходит отвечают да приходит понимание что болевые на ноги это не мое отлично очень понравилось интересная тема макс как всегда на высоте с деталями с нюансами большое количество людей по кайфу что-то запомнилось ну конечно да интересное положение как бы не сильно много по ним обучающих материалов вживую ну то первый семинар по данной теме которая сколько процентов из показанного ты сможешь за вспомнить завтра когда проснешься ну процентов 70 вспомним применять борьбе может быть все не буду но знания передачу не справедливо сказать что семинары были шикарными темы разложены и преподнесены максимально подробно один минус это объем материала и объем деталей которые очень сложно запомнить и усвоить за раз для среднестатистического адепта ноги но в этом вопросе вам поможет сайт бжж school онлайн мы скрупулезно и прилежно отсняли все семинары все что давал максим и не упустили ни одной малейшей детальки а значит уже совсем скоро на сайте бжж school онлайн выйдут все три подробные видео версии всех трех семинаров макса недощека в москве обязательно создайте учетную запись на сайте бжж school онлайн дабы не пропустить первые скидочные дни продаж а еще это событие собрало кучу интересного народа и с кем-то из них мы поболтали с кем-то записали некоторые эксклюзивные технички а у кого-то выпадали несколько новостей смотрел нас туго с новостями давай вот мы сейчас просто до каждого докапываемся кто не из москвы какие новости джиу-джитсу в грепплинге в ростове-на-дону новости ну пожалуй это анонсы турниров большое количество турниров в этом году у нас проходят по разным версиям это и увы и джи пи и и диссиси практически каждую неделю хороший турнир из таких каких-то глобальных новостей ну наверное пока нечего сказать да то есть команды пополняются количество занимающихся спортсменов растет с каждым днем в основном конечно это малыши дети вот наше будущее поколение вот ну это радует сколько сейчас черных поясов ростове-на-дону в ростове-на-дону на текущий момент получается раз два три четыре пять шесть семь до десяти человек вот пожалуй это вот в общем парни тема такая конец семинара роллинг и вдруг выяснилось что на роллинг из черных поясов остались только мы саши и макс но макс не борется и мы тоже но мы остались артем тут короче такая тема нам в ламы ездить по региону чтобы узнавать региональные новости для нашего выпуска новостей поэтому ты же из ярославля рассказывай какие новости в ярославле кто чего с кем зачем почему с какой целью вчера у серёги был день рождения вы же у серёги ученика моего известный человек да ярославль основная новость а так все мурата пилотипов из клуба ли он стал чемпионом мира по вершу грэплинга это было примерно три недели назад на прошлой неделе он стал чемпионом кубка россии плавно переходит в муману сколько я понимаю тогда второй вопрос смотри значит есть эспон матиссон есть какой-то чувак я забыл его имя и есть мурат обла типа значит вот это какой-то чувак побеждает эспона матисона и выходит в финал ну уже на другом турнире уже на его выходит в финал с мурадом абдулатиповым значит ли это что мурат абдулатипов круче эспономатизма почему ну потому что я не первый год в этом бизнесе это совершенно ничего не знать в этом бизнесе то есть джиу-джицу это бизнес а для тебя меня это коби обычно на страницах нашего паблика мы не обращаем внимание на аттестацию пурпуров и браунов но в этот раз так получилось что камера была включена и вот это событие попало что называется в эфир шикарный пацан приезжает ко мне на все сборы на все на все семинары тренируется я я уверен что у него отлично большое будущее если он не остановится не будет получать травм я желаю ему только развития иван тельнов порт побал все брат только удачи его лучший ваня ну так уж как так получилось что ты попал выпуск ньюзерстей со своим пурпуром один вопрос ты умеешь завязывать пояс нет с того момента так и не научился когда выступал в нотариале по селям когда мне ребята завязывали давай попробуем ты сейчас на камеру попытаться завязать своего пояс ну давайте попробуем так это сюда да это уже хорошо что-то не на лоб начало повязывать я хотел вам одна через одно там много разных способов давай ты как-нибудь сюда на образе сюда по моему сюда вот ровно да также абсолютно случайно в наш кадр попала еще парочку аттестации от стенд планов алексей переделись И тут же мы решили удостовериться, насколько парни из десятой планеты умеют пользоваться поясами бразильского джиу-джитсу. На самом деле все просто. Вообще все просто. У вас обоих пояс упакован? Прекрасно. Это по какому виду пояс, Йоц? По бразильскому джиу-джитсу. Отлично, да? Хорошо. А сейчас мы на скорости его правильно завяжем. Поехали. Просто существует мнение, что ребята из Тэнс Плэнт не умеют завязывать пояса. А я не умею. Учись. Я умею. Я смог завязать, если что-то там. Но я занимался каратэ. Я занимался самбо. Опа. А Алексей, который не умеет, завязал раньше. А вот на самбо, походу, там просто есть лямочки в этом. Да, Юр. Ну, как все. Хорошо. Спасибо. Поздравления, пацаны. Кстати, мой сегодняшний маскарад как бы поддерживает гастрольный тур Макса Недощека, с которым он колесит по необъятной нашей матушке России. Максим, ты сказал, что практически был уже в каждом городе нашей страны. Сейчас у тебя идет как бы такое турне. Можешь поделиться с нами, какие города ты уже посетил и какие у тебя еще впереди. Возможно, ребята заинтересуются и подскочат тоже. Так, ну я был сначала две недели, у меня был тур. Я был в Хабаровске, в Ноябрьске, в Уфе. И там было по несколько у меня этих дней. Потом я приехал домой, побыл в дни 10, и вот сейчас опять выехал. И сейчас у меня Москва три дня. Потом Нижний Новгород, это будет 5-го числа. Потом 6-го я вылечу в Челябинск, там у меня будет три семинара. Вроде 7-го, 8-го, 9-го. Потом оттуда 10-го я вылечу в Питер. Там 11-го, 12-го вроде бы семинары. И потом 14-го числа тоже в Питере в другом зале. И потом еще, возможно, поеду в Ярославль вроде бы. И оттуда потом домой. И все. Потом все, я тренируюсь сам. И потом только, наверное, проводить буду сборы. Сборы будут, скорее всего, три раза в год. Ретом, зимой и еще одни. То есть вот такой план, да, три раза в год, может быть, четыре раза в год делать сборы. Нас частенько спрашивают, почему мы в своих выпусках не делаем обзоры на какие-то крутые мировые ивенты. Вот, допустим, сейчас прошел Polaris 30-й, кажется, Pants No Gear, IBGF. А мы о нем в новостях, ну, практически ни слова не говорим. Ну, все просто. Мы не сторонники рассказывать о джиу-джитсу. Мы любим его показывать. И показываем со всеми подробностями и во всей красе эти турниры и эти события. Мы в нашем паблике BGFrix ВКонтакте. Если вы на него не подписаны, вы очень много теряете. До сих пор это уникальный паблик, которому пытаются подражать и в России, и в мире, но пока ничего не выходит. В общем, подпишитесь на наш паблик в BKBGFrix. Смотрите все схватки своими глазами. Формируйте собственное мнение. Запоминайте самые лучшие моменты. Забирайте себе в коллекцию понравившиеся схватки. Но, кстати, пару кадров с чемпионата Южной Европы ADCC мы вам все же покажем. Например, как Ярослав Руденко из «Питерской стрелы» взял золото в своей весовой категории. И как 16-летняя россиянка, обросимого злато, проживающая в Черногории, стала абсолютной чемпионкой Южной Европы по версии ADCC. АПЛОДИСМЕНТЫ А здесь нужно смотреть, затаив дыхание и без комментариев. Держи, держи, Злат, молодец! Еще 30 секунд, пока отдыхай, ничего не делай, просто сопротивляйся, поняла? Да, да, ничего не надо, ничего не делай, 30 секунд еще, 30 секунд! Держи, держи! Сейчас очки пошли! Пошли поинты, Злат, вот сейчас можешь работать! Вот сейчас можешь работать! Да, 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 все, дыши, 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 ничего страшного нету! Ничего, да! Пускай она что-то делает, пока она по нулям-то, она ничего не сделает! Уже почти минута прошла, тогда просто ничего не делает! Просто следи за тем, чтобы она не слезла! Она может слезть и залезть, смотри, слушай меня внимательно! Ничего, дыши, просто дыши, это ее проблема, и она должна что-то делать! Да, ничего, держи, 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 ничего, ничего, ничего не будет! Лука, Десантис, Борис Александр Обрадович, Надам Мандин, come to the podium! Вот, да, отлично! Вот теперь не упускай, не упускай, ноги бери, да, не упускай! Не упускай, да, не упускай, закидывай ноги, да, 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 да! Треугольник! Да, да, закрывай до конца, закрывай! Контроль ноги! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Ну а сейчас несколько слов о самом ближайшем будущем. Главное событие месяца в мире бразильского джиу-джитсу стартует уже на этой неделе и привлечет внимание всех поклонников грэплинга более чем на 7 дней. Главное событие сезона AGP, чемпионат мира Абу-Даби World Pro. От России заявлено много интересных спортсменов во всех разделах и дивизионах. На маты россияне выйдут, начиная с 8 и 9 ноября, в детском разделе. 10-го, 11-го в категории любителей, 12-го, 13-го, мастерс от пурпуров и выше, и 14-го, 15-го, самая горячая, адалты и профессионалы. Но мы, будучи реалистами, надеемся на медали в дивизионе Мастерс, ибо сильна Россия мастерами, природными ресурсами и талантами зарытыми. Разумеется, мы не смогли упустить момент пребывания Макса Недощека в Москве и записали новую интересную и информативную серию выпуска FixMyGio. Следите за обновлениями BGFRIX ВКонтакте, Ютубе и Рутубе, и вы точно не пропустите это шоу. Когда боролся в Штатах, Недощак невозможно сказать. То есть невозможно написать. Это пишется сейчас вот N-E-D-O-E, потом S-H-C-H-A-K. То есть не Дощак. И это, конечно, не просто вахуете, что это такое вообще. Или я как бы придумал, что Петрович просто и все. И как бы я сделал Сиражгард Петрович, и начал выступать в нем. И все начали называть Петрович как-то резко так. И это вот, это все пошло. И мне кажется, там и через время у нас стал этот Николаевич, да, скорее всего. Меня называли Факин Макс там. Факин Макс. Типа я такой вот, я такой приехал, тупой типа был такой. Мы же не говорим, короче, по-английски. Если мы не говорим по-английски, мы типа тупые просто. Типа вот этот снюс, снюс, дай, прикинув, короче, вот это все. И просто борьба. Борьба, да, типа родственник. И сильный, короче. Ничего не умею, сильный просто. И я на меня себе Факин Макс, Факин Макса достал, типа. За сим у меня на сегодня все. Пребывайте в хорошем настроении. Тренируйтесь, тренируйтесь думчиво. Думайте, к чему вы стремитесь. Ну и давайте сосредоточимся и будем держать кулачки за наших ребят, которые будут отстаивать честь страны и своих клубов на чемпионате мира в Абу-Даби, на Абу-Даби World Pro. Увидимся, услышимся, унюхаемся. Пока. Спасибо за ваше внимание. Всем ось.